В Леновске организовано 8 пунктов временного размещения жителей Луганской и Донецкой народных республик. Это территория санатория Итиль, а также 7 гостиниц областного центра. Самый крупный пункт развернут в гостинице Венец. Здесь поселилось 324 человека, семьи с детьми, пожилые граждане. Здесь также организована выдача предметов первой необходимости, трехразовое питание. И у людей есть возможность получить помощь и поддержку психолога. За спиной самое страшное. Впереди им пока неизвестность. У многих, кто прибыл 22 февраля на станцию Ульяновск-3, на родной земле остались близкие. Те, кто по разным причинам не смог покинуть свой дом. Хозяйство. И отец очень тяжело переносит дорогу. А показывали, что ехал поезд у нас именно с Алчевска, когда до границы. Первый поезд у нас отправился. Ехал за место 500 человек, 800 было. И дети чуть ли не стоя там ехали. Маргарите и её дочерям повезло. Следующий состав сформировали уже не стихийно. Первая ночь на новом месте прошла спокойно, но осмотреться в городе пока не получилось. Вот сейчас я понимаю, когда мы сюда приехали, город очень красивый, но холодный. А мы уезжали, у нас уже было тепло. И мы взяли весенние вещи больше. Курточки весенние, весеннюю обувь. А вот сейчас, ну как бы прохладно. Мы не ожидали просто, что мы приедем, и здесь будет, ну как бы, ну холодно, как по мне. Ветер так, снег. У нас уже снега не было, уже скворцы пели. Весна разорванная орудиями. Сёстры Александра и Дарья, их 14-летний брат Тимофей и маленькие дети тоже отправлялись в неизвестность. Главное, подальше от войны. Поэтому с собой только то, что во время сборов оказалось под рукой. Я за два часа собиралась абсолютно на поиске. Это все грязные вещи я покидала детские. То есть себе, в принципе, да, я взяла спортивный костюм, штаны, кофты, всё. А так, всё грязное, наверное, будут стирать, стирку, говорят, вроде прачечная здесь будет. Очень много людей начинают уезжать. Если перед этим, там, даже вот 18-19 числа, когда началась вот эта эвакуация, в основном у нас вся группа сказали, это паника, не паникуйте, мы там дома, и всё остальное. Вот уже там вчера и сегодня уже начинают, потому что нет, мы уезжаем, очень много людей уезжают, уже два поезда в землю. Пока что о новых волнах эвакуации в Ульяновск не сообщалось. Но город имеет возможность принять и разместить ещё несколько десятков человек. Готовность встретить жителей Донецка и Луганска изъявляют и соседние регионы. В нашем же вовсю развернуты сборы гуманитарной помощи. В каждом пункте временного размещения у нас работают специалисты администрации города Ульяновска и специалисты органов социальной защиты. Также подключаются другие ведомства, это агентства по развитию человеческого потенциала, потому что многие из них, несмотря на то, что уезжали в состояние шока, но тем не менее хотят трудоустроиться, хотят, чтобы их ребятишки ходили в садик, в школу. Детям особое внимание, особенно самым маленьким. Прямо в ИВАКО-пунктах приём провёл ульяновский врач-педиатр Дмитрий Малых. Детям до года требуется специализированная смесь, если ребёнок находится на искусственном вскармливании. Всем детям старше шести месяцев жизни требуется специализированный прикорм, и схемы введения прикорма могут отличаться от одного ребёнка к другому. Всем детям как минимум требуется витамин Д3. Некоторым детям требуются лекарственные препараты, если они страдают какими-то хроническими заболеваниями. По словам врача, детское питание изготавливается по единым стандартам во всём мире. Важно как можно оперативнее изучить потребности маленьких пациентов. Даже самые маленькие нуждаются в повышенном внимании из-за перенесённой долгой дороги и нахождения в непривычной обстановке. Однако в основном дети чувствуют себя хорошо. Сейчас требуется время привыкнуть к новому быту. Успешная адаптация во многом зависит от действий принимающей стороны. К беде соотечественников ульяновцы равнодушными не остались. Помочь под силу каждому сбор гуманитарной помощи продолжается. Вера Мещерякова, Павел Петриков, Сергей Рябухин, Бахтияр Салтанов. Репортер 73.